Всем привет! Вы на канале Амигуруми Лайф. Это канал о вязании. И сегодня у нас 12 октября и наступил день Покровской ярмарки. Это наша грандиозная, огромнейшая ярмарка, которая проходит целых два дня каждый год. Уже девятый раз. Очень масштабное мероприятие, на которое съезжаются со всех городов. Слава Богу, что мы живем в этом городе, нам ехать никуда не нужно. Так что сегодня отправляемся на ярмарку. Сейчас у нас без 26. Мы уже выходим, уже одеты, готовы. Поедем за Светланой и уже все вместе отправимся на ярмарку. Видео сегодня будет довольно необычное, потому что мы будем снимать с двух камер, с двух сторон ярмарки. И потом мы будем объединять все в одном видео, поэтому у вас будет такое 3d обзор ярмарки, то есть со всех сторон мероприятия. Вот поэтому сейчас уже готовим сумки, все, выходим и подключусь тогда уже на самой ярмарке и поподробнее вам все расскажу. Поехали. На улице еще вот так темно. Еще ночь, можно так сказать, а мы уже отправляемся на ярмарку. Все потому, что там заезд будет до 7 утра. У нас автопропуск есть и с 6 до 7 там можно будет проехать на ярмарку и разгрузиться. Вот и называется «Кто успел, тот успел». То есть у нас одно место под зонтом под моей фамилией, а вот другое место нужно как бы занимать. Они сразу сказали, что там будут места не пронумерованы. Поэтому, в общем, кто успел, тот успел. В общем, мы уже приехали на место. Набережная у нас очень большая, протяженностью 6 километров. И вот на буквально всех этих 6 километров будет располагаться ярмарка. То есть заявок очень много. Здесь продаются не только ремесленники будут стоять, но и продукты, фудкорт. В общем, все, что только можно. Вот. Есть местные мастера, есть, приезжают с других стран, с других городов. В общем, очень масштабная ярмарка. Как я сказала, вот сзади меня у нас речка Цена Наша. Вот. И здесь будем стоять. Как вы видите, уже очень много палаток стоит. Вот так вам покажу. Вот там зонты, основной у меня стол будет стоять под зонтом. Вот здесь тоже палатки. Они все заезжали со вчера, с пятницы. И вот под елочкой вот этот мой столик небольшой, около машинки. Здесь будет маленький столик стоять. Работаем мы сегодня на трех столах. Для нас это в новинку, потому что мы ни разу еще на трех не работали. На двух постоянно, а вот на трех нет. Поэтому будем стараться все успевать. Не знаю, как получится. Значит, игрушки мы, конечно, поделили на три стола, но не могу сказать, чтобы их было много, потому что мы не успели много приготовить. Мы вязали, конечно, старались, но вы слышите мой хрипой голос. Я, к сожалению, заболела. И последние дни у меня была температура. Вот надеюсь, что сегодня температур не будет. И я даже не смогла снять обзор на игрушки, которые связала. Но я вам сейчас на ярмарке покажу, что там у меня новенького было. На моем основном столе стою я. На маленьком столике, который я вам сейчас показала, будет стоять у меня машуня вместе с моим мужем. Он за ней будет приглядывать, потому что я ее, естественно, на дно оставить не могу. Вот. А на другом конце ярмарки, ну, очень далеко, километр, наверное, за четыре от нас, будет стоять мама вместе с папой. И он тоже ей там будет помогать. То есть мы сегодня всей своей дружной семьей будем работать пятером. Надеюсь, что все будет отлично. Вот так у меня располагаются подставочки. И сейчас все это беленькое из катертина кровь будет очень красиво смотреться. И он, пока,. И он. И он. Вот так вот. И он. И он. Он. И это зацепит. Его зацепит. Он. И он. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот, поэтому сейчас буду раскладывать И потом уже вам покажу, что у меня есть Вот так я сделала небольшую перестановочку Вот так это все выглядит Потому что я в прошлый раз забыла поставить слаймы Вот теперь это, в общем, все вот так У меня выглядит, сейчас еще чуть-чуть поправлю У меня какой-то здесь бардак Так, пока я переносила стол туда-сюда И получилось, что игрушки немножко съехали Так Вот, здесь мы стоим прямо на уголочке Вот эта лестница, там спускаться будут люди с остановки Тоже с тех аллей будут идти И вот мы здесь на уголочке стоим А второй мой стол Он вон там под зонтиками Сейчас я вам покажу Вот чуть подальше вот этого синего стола Второй стол у меня выглядит вот так Здесь у меня подставочка Вот так она выглядит В общем, здесь в основном все большие игрушки Чтобы их было видно И здесь уже мелочь Вот эти три куклы у нас на реализации Брелочки всякие И слаймики Тоже стоят В общем, вот издалека выглядит стол Вот так Ну, в принципе, неплохо Исходя из того, что мы поделили игрушки на три части Вот так выглядит ярмарка сверху Вот эти все зонты На другой стороне люди без зонтов Палатки А мой стол Где мой стол? Вот Вот этот Я стою сейчас на склоне И вот туда дальше, дальше, дальше Как вы видите, вот эта сцена Здесь будет идти концерт Два дня И будет кто-то приезжать Известный, скорее всего, артист Я еще, кстати, не смотрела Кто там должен приехать Вот А мама от меня Ну, километров два, наверное Потому что она уже перешла на другое место Там, где ей не понравилось, куда ее поставили Вот она там у фонтана Туда-туда-туда Далеко Вот, я сейчас к ней пойду схожу Отнесу ей пакет упаковочный И проведу, как она там вообще У меня живет, поживает Вот пока еще народа нет Можно будет сходить Потому что потом Все вот эти склоны Они будут забиты Народом Как вы понимаете То есть, вот Начало ярмарки у нас Идет Вот туда за стройкой Туда далеко-далеко Ну, еще, может быть, метров пятьсот Оттуда И протяженностью ярмарка Где-то, как я сказала Километров шесть уже Вот Я надеюсь, что сегодня будет погода хорошая Потому что до этого У нас всю неделю лил дождь Было очень холодно И я вообще, если честно, боялась Что будет и опять так Но, слава богу Вот вчера не было дождя И сегодня тучки, конечно, ходят Все хмурое Но, по крайней мере, тепло Нет ветра И надеюсь, что дождь тоже не пойдет Потому что этот у нас Столик под зонтом А еще два стола без зонта Так что вот так Видите, вот в центре стоит Огромная сковородка Вот эта печка И сковородка Там завтра будут жарить картошку Сегодня не будут В основном это всегда делается В воскресенье И завтра будут На огромной этой сковороде Жарить И вот Вот на этом Огромном Котле На печке Еще на одной Будут варить И потом Бесплатно всем раздавать Ну и будут Завтра гастрономический фестиваль То есть Из других районов Люди приедут И будут Потом бесплатно Раздавать всякие вкусняшки Салатики Бутербродики В общем все это красиво оформлено В общем вот так А вот там где Идет дым Как вы видите Да Там будет Фудкорт В основном там продают шашлык Булочки всякие Но Это нереально Туда попасть Потому что Очереди Огроменные Просто Пока что И время у нас Сейчас уже Пол восьмого Я уже разложила Как я сказала Два стола И пойду сейчас К маме погуляю Здравствуйте Вот здесь будут стоять Еще какие-то мастера Не знаю кто Сказали что Здесь будут фотокартины Ну вот идем Здесь у нас сцена Будет сегодня концерт Сейчас кстати попробую Приду обратно Одену микрофон Не знаю Ни разу еще с ним Не снимала С этим микрофоном Получится у меня что-то По нему говорить вам Или нет А наверху Вот там уже Мед Палаточки разные Раз Два Этот раз Очень красиво Сделали Клумбы Когда летом Они с цветами А сейчас Вот они Такие цветные Опилки Засыпаны В цвет осени Гляньте Как классно Такие дорожки Красивые Ой-ой-ой Разноцветные И красивые В то же время Вроде как Убраны Не земля В общем Сходила Я проведала Маму И ничего Там хорошего В принципе Нет Потому что Она еще Даже стол Свой не разложила Потому что Там негде Стать Кругом Вот ярмарка Меда Везде Палатки И Стоять Там негде В общем Не знаю Где они будут Но Будем надеяться Что все будет хорошо Стороны ярмарки Я вам Потом уже Не смогу Показать Потому что Будут за столом Народ будет много Здесь представлены Районы И вот туда Дальше 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 И в каждом районе Небольшие Такие сценки Ну Домашний Утварь Какая-то Там Домики Соломы Что-то такое В общем Симпатичное Вот Если вы хотите Прям поподробнее Посмотреть Что там То С прошлого года Мы снимали Покровскую ярмарку И Там Прям Подробно Показаны Вот эти Всякие Мини сценки Вот А сегодня Нам просто Некогда Это снимать К сожалению Вот так Она называется 9-я международная Покровская ярмарка Ближе Сниму Вот эта Сковородка Где будут Жарить Картошку И вот Там Плита Там Будут Ее Варить Потом Будут Раздавать Добро Пожаловать На Покровскую Ярмарку В Городе Тамбове Ну Пойдемте Здесь Всякие Развлечения Для Детишек Пазлы Собираем А вот Здесь Наверное В шашки Играем Смотрите Как интересно А вот Здесь Нужно Собрать Кроссфорд Вот Так Как всегда Сместами Прогрева Я Втерлась Между Палаточек Потому Что Место Где Там Дай Витамы И Треть Оказалось Вообще На самом Проверке И Там Я решила Что Там Виде Вмечевая Потому Что Палаточка Витамы 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 Так Вот Вот Начали Подходить Но Пока Пока Еще Просто Уживляю Смело А вообще Уже Смотрю С Детишко Здесь У фонтана Вот Так Арктическая Церковь Здесь Получается 242 Дороги Еще Местница Витамы 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 Продавки Уже Витами За столом Стояли Стих Поэтому Теперь Родители Стань Аранд Видите Сейчас Смех Похожу Крыв К suk Смех Не Так Х demiş Смех Советы И Похоже Увести counsel Смерть Не Похоже Еще Вы Чем Витамы Все Вот такой наш второй стол. Смешарики, единорожка, зайца с лисичкой, мама, мишка и дракон. Ребята здорово прыгают. Время десять, у меня еще пока ни одной продажи. Люди ходят, но пока покупают только продукты. В этот раз у нас ярмарка какая-то чумная, мы уже третий раз перебегли с маленьким столом. Это просто вообще жесть. В итоге нас поставили вот эту аллею. Сейчас покажу вам. Боковая аллея, она тоже идет с зонтами и нас в итоге поставили под зонт. То есть у меня теперь два стола под зонтом. Вот. Это вообще отлично. Очень этому рада, потому что под маленьким вот этим с маленьким столиком будет стоять машинка. И я очень переживала, чтобы дождь ее не застал врасплох. В общем, теперь все отлично. Два зонта под зонтом, два стола под зонтом. И осталось только, чтобы Светлана там все хорошо расставила и нашла местечко для себя. Хотела показать вам дракончика. Наконец-то он у меня сделан. На данный момент идет набор на совместные вязания по дракону. Места еще есть, поэтому если вы желаете принять участие в совместных вязаниях, то пишите в группу ВКонтакте. Все условия, я там вам все расскажу. Попробую вам показать, сколько народу. Я не знаю, видно что-то или нет. Ну, как-то вот так. Видите, да? Сколько много народа. Видите, да, какой поток народов. Все, ставим. Все, парень. Отряд. Пора там видеть. А пока еще стоят. Нет, я просто в самом деле поставлю. 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 И, типа, пройдемся, эта машина парит. И, типа, не хотите, если вы не хотите, если вы не любите, то вы не любите. Поставлю. И, типа, не стоит. Поставлю. На улицу девкам подойду, голосом звонким я их подпою. Матушка, слышишь в flashy популярней что поёт, а потом под Parad member скейнёт. Звучит музыка. Инсталляцию убрали. Ребятишки теперь в сене выркаются. Везде точки с едой. И шашлыки, и булочки. Ничего только нет. Очень много можно купить что угодно. Все это действие происходит на берегу реки Цны. Это набережная. Она у нас очень длинная. И вот здесь нижний этаж набережной. А вот там, наверху, верхний этаж. Вот эту дорожку оставили пешеходной. На ней практически нет палаток. Только там чуть-чуть подальше. А вот в середине и наверху расположилась как раз вся ярмарка. А вот у нас цирка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На часах ужина начала третьего. Мы потихонечку все-таки продаем, работаем. Я могу сказать, чтобы продажи были супер отличные. Нет, такого нет. То есть по чуть-чуть, по немного, потихонечку. Надеюсь, что вечером мы все-таки наскребем. Желаем на сумму, по плану, которую мы себе поставили. Вот, третий стол мы закрыли. Мы собрали все игрушки, которые там были. И поделили между двумя столами. Моим и Светланой. Вот, потому что у меня здесь вот эта вся аллея, она мастеров. И здесь, конечно, продажи намного меньше. Потому что, ну, однотипный домар. Естественно, игрушки вязаны от этого, но из популярных сейчас направлений в рукоделии. И практически через каждый стол стоят, как здесь остался игрушка. Вот, а там, где стоит Светлана, наверху, там ярмарка меда, какие-то там продукты, еще что-то, изделия. И игрушек там нет. Поэтому там, конечно, продаж намного лучше. И большие игрушки у нее там продаются. Поэтому, в общем, там лучше. Мы основные товары собрали туда, наверх отнесли. Ну, и здесь у меня, конечно, остались тоже товары. Но такие похожи, так скажем. И помельче. Вот. Потому что основная торговля там. Не знаю, что у нас будет. Ухитоку. Вечером мы, конечно, посчитаем, посмотрим, что как. Поэтому наша задумка с третьим столом не сработала. Там я стоял в самом начале ярмарки, на что я стоял. Там вообще народа практически нет. И за все время, ну, до обеда, даже, наверное, до час дня мы продали там всего одну игрушку маленькую. То есть вообще ни о чем. Поэтому мы решили... Если бы у нас, конечно, было очень много игрушек, мы там третий стол оставили. А так, получается, что у нас полпусты стола и третий стоит там в нуле. И поэтому мы решили его убрать и все игрушки перестрелить между двумя столами. Ярмарка потихонечку начинает заканчиваться. Все уже люди разбредаются, идут домой. Вот. Время полпятого. Но мы пока еще не собираемся. Наверное, еще постоим минут двадцать. И потом будем уже собирать еще один стол, который у нас находится под зонтами. Потому что там уже большинство бастеров расходится и никого не остается. Вот. И пойдем к Светлане в ту сторону, наверх, потому что там еще народ кружится. И в прошлом году мы там стояли практически до восьми или до полдевятого вечера. То есть там допоздна. Поэтому мы просто объединим свои столы и будем работать вечером уже на одном столе. А завтра опять поделимся. И будем продолжать ярмарку. Ну, в общем, вот так у нас делали по продажам. Ну, пускай, чтобы было очень хорошо. В этом году вообще плохо с игрушками. Да и не только с игрушками. Вообще плохо с рукодельным творчеством. Продаж нет. Ну, как они есть, конечно. Но не такие, какие были в прошлом году и какие бы мы хотели. Мы уже пришли на один стол. Объединили игрушки, но более крупные выставили на один стол. Будем здесь до самого вечера. Потому что, в принципе, здесь фонари есть. Как бы все нормально. Будет светить хорошо. Вот. В общем, продолжаем работать. Тут песенки поют. Народ еще ходит. «Заставка» «Ничего себе!» «Это какой?» «Медовый?» Как же измеченный варь. Балдеть. Сколько же 100 грамм стоит? 150 грамм. Женщина, я не танцую, женщина, я не танцую. Никого я не рисую, не умею, не танцую. Заколдовала, загружила, Меня с рассветом погружила. А я был в стойке, упадной в стойке, И в верхней тупо повторял эти строки. Женщина, я не танцую, женщина, я не танцую. Хватит улыбаться, нормально с ориентацией. Женщина, я не танцую, женщина, я не танцую. Никого я не рисую, не умею, не танцую. Женщина, я не танцую, женщина, я не танцую. Хватит улыбаться, нормально с ориентацией. Женщина, я не танцую, женщина, я не танцую. Никому я не рисую, как умею, так танцую. Пьем чай. Время уже много, в принципе, уже стемнело. Но народ, как видите, очень много еще. И продажи, хочу сказать, все равно идут потихонечку. Маленькие, но тем не менее продается. Так что будем пить чай и слушать музыку. Девочки, я уже приехала домой. Время было пол восьмого вечера. Сейчас уже попозже, наверное, сколько. Пол девятого я покушала. Вот, уже легла в постельку. Вот у меня рядом книжечка. Сейчас буду читать и наслаждаться отдыхом. Вот, на самом деле, устала сильно. Ну, весь день на ногах. Вы меня понимаете, те, кто ездит на ярмарке. Вот. Что хочу сказать. В принципе, мы посчитали сегодняшний день. И, в принципе, неплохо. Вот, но опять то, что я стояла внизу, это ни о чем вообще. Там совсем мало продаж. В основном у нас были продажи на другом столе, на втором, где была Светлана. Вот. Завтра будем продолжать. Не знаю, буду ли я стоять внизу или уйду тоже наверх туда. Пока еще не решила. Но смысл в том, что если я уйду снизу, у нас внизу ходит администрация культуры нашего города и проверяет. То есть, если на каждом зонте написаны фамилии. И если под этим зонтом пусто, а фамилия висит, то ты автоматически попадаешь в черный список. И в следующий раз в ярмарке тебе либо дадут там самое захудалое место. А могут вообще не дать. Могут вообще вычеркнуть. Естественно, я этого не хочу. Вот. Поэтому в любом случае внизу буду стоять. Может быть, до обеда, когда они пройдут, уже посмотрят. А потом я пойду наверх. А может быть, и вообще не буду ходить. Потому что я сегодня с этими столами с этот день напрыгалась, намаялась. Один, третий стол мы вообще раз пять, наверное, переносили с места на место. И эти столы постоянно бегали то туда, то сюда. В общем, вот так. Как завтра будет день, видно будет. Посмотрим. Загадывать не будем. Надеюсь, что все будет отлично. В общем, я пошла читать «Прислугу» Кэтрин Стокет. Кстати, очень интересная книга. Я всем советую, если кто не читал. Вот. У меня там прям много закладочек. Вот. И я уже... Ну, вот, видите, да? Чуть-чуть осталось дочитать. В общем, все подробности о книге будут на втором канале. На книжном. Я снимаю книжный влог на эту книгу. Вот. Поэтому те, кто любит читать, переходите. Подписывайтесь. В конце видео обязательно будет иконочка с моей фотографией. Это ссылка на книжный канал. Поэтому, если кто-то еще не подписался, но хочет, то пожалуйста. Я вас там буду с огромным удовольствием ждать. Так. В общем, побежала я читать. И все. Отдыхать. Завтра подъем рано опять. И вперед опять на работу. Так что до завтра. Всем пока.